В городе Сарове Нижегородской области состоялась торжественная церемония закрытия третьих серафимовских чтений. Всех участники награждены дипломами. В нынешних чтениях участвовали около ста учеников православных гимназий и воскресных школ со всей области. При поддержке своих педагогов и родителей они представили на конкурс сочинения, стихи, видеоролики и поделки, посвященные преподобному Серафиму Саровскому, Свято-Троицкому Серафима-Дивеевскому монастырю, истории Саровской земли, а также работы на темы христианских добродетелей. Сюжет Нижегородской телекомпании «Образ». И мы чуть ли не 20 голосов дружно закричали «Отец Серафим! Отец Серафим!» По воспоминаниям современников, великий старец Серафим Саровский с детьми обходился, как дитя. Так что детям казалось, что и он дитя. Каким сегодня они представляют монаха-чудотворца, дети рассказали на третьих серафимовских чтениях. Конкурс состоялся в Саровской православной гимназии. Священники, педагоги, деятели культуры оценивали творческие работы школьников из разных уголков Нижегородской области. Вот уже три года этот конкурс является одним из ярких примеров взаимодействия муниципального и апархиального образования. Явление преподобного Серафима – это явление не только церковное, это явление общедуховное, то есть оно касается всей культуры, всего просвещения нашего. А поэтому нам и хотелось, чтобы вот эта страна тоже нашла свое освещение. Поэтому мы решили проводить именно зимой, когда дети учатся, педагоги работают. То есть когда можно принести весь о батюшке Серафиме в школу. В чтениях участвуют школьники начальных классов. Организаторам важнее всего не качество их сочинений, рисунков или поделок, а личные переживания ребенка. Сами дети относятся к конкурсу как к маленькому празднику, в котором очень хочется поучаствовать. Мне хотелось, потому что у моих одноклассников тоже они участвовали, и я им как бы радовалась за них. Кто-то первые места, и мне тоже хотелось поучаствовать. Ну, потому что я люблю такие серафимские чтения, когда кто-то читает и рассказывает, поведает другим людям. Мы с мамой делали пещеру из бумаги. Мы сначала брали картон, его делали, склеивали, потом красили. Получился вертеп. Потом мы делали этих кукол. Сначала мы брали бутылки, вырезали внизу ноги и делали, потом сшивали вот такие ручки. Гриша Цибряев – один из самых младших участников серафимовских чтений. О том, как сделать своими руками рождественский вертеп, он может рассказывать бесконечно, ладан и смирно. Животные в хлеву, пещера с запахом клея и бумаги. Вот что значит изучить христианскую историю в деталях. Наверное, такими и должны быть первые знания о православии. В поисках простоты и искренности преподобный Серафим иногда мог избегать взрослых, но всегда привечал детей. К ним первым обращены его слова «Радость моя! Христос воскресе!» «Радость моя! Христос воскресе!»